Собственники квартир одного из домов на улице Седова в течение двух недель утопают в бытовом мусоре. Отходов накопилось столько, что людям, спасающимся от зловоний, пришлось пойти на крайний шаг. И настежь открыть двери подсобных помещений, где накапливаются гниющие отходы. Но такая мера не спасает от вездесущих разносчиков заразы крыс, которые облюбовали свалку. До недавнего времени на мольбы гаража на помощи коммунальщики никак не реагировали. Вы знаете, вот было ощущение, что здесь просто мусорная помойная яма. Комментарии были разные. Просто зайти вот так возможно только. Можно было просто прикрываясь. Но вы сами это все ощущаете? И только сегодня перед приездом съемочной группы нашего телеканала во дворах наконец-то появились рабочие и тяжелая техника, которые вывезли на самосвале скопившийся мусор. Но это вовсе не значит, что проблему удалось решить окончательно. По словам представителей управляющей компании, эту работу они делают вынужденно и совсем без охоты. Вывозом мусора должна заниматься специальная организация, с которой коммунальщикам по каким-то причинам договориться пока не удалось. Проблема в том, что Оркоинвест не вывозит контейнера. Поэтому там управляющая компания решает эту проблему. По словам жителей, коммунальные платежи они оплачивают исправно. Поэтому недоумевают, куда могли подеваться их деньги и почему они не используются по прямому назначению для ремонта и содержания дома. Мы каждый год собираем собрания, в частности подъезда. Каждый день приходит к нам руководство и обещают. И ремонт обещают, и уборку, и все. Мы не интересовались, а мы сдаем, допустим, с двухкомнатной квартиры за содержание и ремонт у нас получается миллион, это тысяча девятьсот сорок. Это каждый месяц мы платим с двухкомнатной квартиры. Как правило, большинство жителей многоквартирных домов на коммунальные проблемы, касающиеся их, лишь косвенно закрывают глаза и не понимают, куда более инициативных соседей. Но в этот раз многие собственники настроены решительно и уже собрали подписи для того, чтобы сменить Октябрьское ЖЭО на более расторопное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!